Девушки отдыхают от FQP. Девушки отдыхают Девушки отдыхают от FQP. Девушки отдыхают от FQP. Девушки отдыхают Мы с вами получали вот этот кусок. Потом обсудили, что остальные куски аналогичные получаются. Смысл что вот, грубо говоря, число кварков в протоне с продольным импульсом X и поперечными импульсами квадрат это число этих самых кварков число этих кварков с продольным импульсом Y, который больше чем X помножить на функцию расщепления то есть вот этого кварков кварк вот но с продольной долей импульса уже меньший ну то есть X у нас меньше Y да, то есть это некая доля вот от этого Y вот это ядро соответственно этого уравнения здесь тоже самое у нас были глионы с продольным импульсом Y вот и мы от них родили кварки с долей импульса X делить на Y вот значит так значит так вот такое уже уравнение справедливо на самом деле для глионов число глионов кварки вот значит вот такие уравнения прежде чем их решать их можно преобразовать таким образом чтобы ну как сказать выделить отдельно меняющиеся величины то есть понятно что вот FQP оно оно входит как в это уравнение вот так и в это уравнение то есть эти уравнения связаны а можно их разделить так чтобы они были не связаны для этого вводится Сигма который называется сумма по всем Q и по всем Q FQP плюс F антикупе вот то есть это называется синглетная функция распределения синглетная функция распределения то есть сюда входят все кварки и все антикварки так вот если мы для нее напишем уравнение валюты то что будет значит вот это что значит для кварка для антикварка точно такое уже уравнение справедливо то есть в этом смысле вот здесь Q это все кварки и антикварки имеется ввиду вот соответственно мы чтобы получить уравнение для сигма мы должны все вот эти уравнения для всех антикварков сложить тогда у нас будет уравнение для сигма и выглядит она будет так д сигма по д логарифмку квадрат вот а тут а тут для кварков и антикварков они одинаковые то есть число кварков значит в кварке число антикварков в антикварке одно и то же вот соответственно вот это будет общий множитель а вот тут организуется как раз эта самая сигма вот вот сигма от Y ну от Y квадрат да вот а что будет здесь глионная функция распределения она везде одна и та же вот вот эти для всех кварков антикварков одинаковые соответственно у нас будет тут вот точно такой же член но двойная фраз вот двойная фраз где nf это число флейверов активных вот я что такое активный флейвер вот все что мы выводили здесь массой кварков и там пренебрежено пренебрежено это означает что это эти уравнения будут работать пока когда у нас энергии характерны вот эти квадрата они больше чем масса кварков то есть если вы рассматриваете высокоэнергетический процесс то вот все кварки у которых энергии меньше они там вполне участвуют а если масса кварков больше этого масштаба то они там не участвуют вот значит вот такое уравнение значит и что мы видим что вот сигма выражается через сигма и глионную функцию распределения вот 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 здесь я ошибочку выпустил сумму по всем ку-ку-бар да то есть глион я забыл сумму глион мы можем родить из всех кварков да и антикварков то есть тут будет функция распределения соответствующего кварка и вероятность перехода вот этого кварка в глион и для всех для всех то есть вот тут на самом деле стоит сумма вот и вот эта сумма как раз и даст нам наша сигма то есть вот это уравнение так и вот это уравнение они замкнутся потому что вот здесь будет глионная функция распределения выражающаяся через синглетную и глионную вот эти мы все сложили у нас получилось синглетная функция меняется через себя и через глионную то есть вот эти две замкнулись а также можно ввести можно ввести не синглетную функцию распределения для кварка соответственно f не синглетная а от купе это f от купе минус f антикупе вот вот такую так а для нее для нее f от купе и f антикупе для них уравнение вот такое одно и то же вот поэтому если мы два уравнения вот таких уравнения отвечающие f от купе и уравнения отвечающие f антикупе вычтем друг из друга то что у нас получится вот здесь у нас возникнет не синглетная функция распределения ну и здесь тоже да вот вот здесь а вот эти сократятся поскольку вот эти ядра они одни и те же а глионная функция распределения тоже одноэтаж вот поэтому получится что вместо вот этого уравнения для не синглетного распределения у нас свое уравнение в котором не синглетное распределение преобразует столько через не синглетное g вот вот я его вот тут вот соответственно сейчас из этого и преобразую поскольку писать мне больше особо негде вот не синглетное соответственно вот здесь я пишу не синглетное вот здесь я пишу не синглетное а все остальное уходит Сейчас скажу Сейчас, секунду Вот, значит, Q это Q и Q бар для любого Ну, в смысле, Q просто Нет, это уже Вот, смотрите Мы с вами обсуждали морские эволентные кварки Вот, синглетные Это вообще все И морские, и эволентные Там вообще все, да Потому что, ну, мы просто берем все кварки Плюс все антикварки, да Вот И Флейвор в этом смысле Ну, то есть, какой у нас кварк U, D и S Они здесь есть все Вот Поэтому это по флейвору имеется в виду Синглетный, не синглетный То есть, здесь нету никакого выделенного флейвора Вот А вот здесь, это конкретный флейвор То есть, это FUT Это минус F антиутая Это что такое? Это на самом деле Валентные утые кварки Так? Вот, если это FD, это FD, это минус F антидетая Это валентные декварки Вот Поэтому вот это не синглетное Распределение Оно отвечает Конкретному флейвору Вот Можно так сказать Что если вы Я не говорил на этом языке Если вы немножко на другом языке будете Деглаб выводить Через, так сказать, вот локальные операторы То Синглетные, не синглетные функции распределения будут отвечать Операторам Типа Имеющими Т-матрицу С индексом В Пространстве флейворов Но это мы не затронем здесь Вот Оттуда возможно название Вот Здесь можно просто понимать Что вот это вот все Синглетные функции распределения А вот это вот Конкретные валентные кварки Вот И они меняются по-разному Вот видите У этих уравнений Они только через себя Вот А эти Намешиваются с глионами Вот эта система Уравнений получается Вот такая И вот тут вот тогда я должен написать Сигма Вот Вот так Хорошо Как решать эти уравнения? Ну, во-первых, можно просто решать там Методом последовательных итераций Взяли какую-то Почему вы там поставили сигму? Мы же Квартии на сигму нижние поставили Смотрите У нас было два уравнения Так Уравнение для ПКП И уравнение для ПЖП Так Да Замечательно В уравнении для Глионной функции распределения Вот тут стояла сумма всех Кварковых распределений Это сигма Так Поскольку вот это у них одинаковое у всех Угу Замечательно То есть тут сигма просто стоит по определению все Вот Здесь стоит ПЖП Замечательно Из уравнения для ПКП Мы можем вычесть уравнение для ПФ антикупе Получим вот это Несинглетное Так? А можем их все сложить для всех Ку Так Вот Если мы их все сложим То тут появится сигма Ну вот тут Угу Вот А когда мы их все сложим У нас появится сигма Ну и соответственно И тут появится сигма Вот А тут Вот эти члены Они одинаковые Поскольку они только от глионной функции Распределения зависят Их будет просто два NF штук То есть NF флейворов И два за счет того Что там кварки и антикварки Вот В итоге получилось Что вот это уравнение От глионов Не зависит вообще Вот А вот эти два уравнения Они связаны Тут есть сигма И глионная функция И тут есть сигма И глионная функция И соответственно Глионная функция И сигма Друг через друга Там преобразуется Но это в этом смысле Естественно Потому что Если я рассматриваю Протон У меня какой-то Да Валентные кварки Вот их было три Там Да Каких-то Вот я уже говорил Что что бы с них Там не слетало Вот Им на глионы Наплевать Вот они Летят себе И летят Да То есть В этом смысле Это отражает то Что тут нет Глионной функции Распределения Видите Вот Их сколько было Столько есть Вот А морские кварки Которые дают нам сигма Вот эти Да Вот Это На самом деле Те кварки Которые родились Вот эти вот Морские Да В основном Вот И глионы Они через глионы Друг с другом Очень сильно Взаимодействуют Ну то есть Сколько глионов Столько собственных Кварков И будет Потом Вот Поэтому эти два Уравнения Связаны Вот Давайте обсуждать Как их решать Для этого Я Вот это вот Систему На синглетные И глионы Сотру Буду Вот с этим Упражняться А потом С этими Отдельно Поскольку Доска Ограничена У нас Хорошо Как решается Такого типа Уравнения Такого типа Уравнения Можно решить Или методом Последственных Приближений Взяли Какой-то f И Считаем Соответственно Ну как мы Собственно Получали Это уравнение Мы его Получали Уже Решение В этом смысле На одном Шаге То есть Дельта Логарифм Помножается Туда Вот И есть Здесь f На следующем Шаге Это f На предыдущем Плюс Вот это На отношении Логарифмов И вот Так вот Решать Вот А можно Решать Методом Преобразования Мелина То что называется Преобразование Ну или Мелина Я не знаю Значит Заключается Следующим Вот У нас Есть функция f Вот она У нас Такая Купе От x Ку Квадрат Это Аналогично Тому Как Вот Разные Уравнения Решаются С преобразованием Фурье Например Там Еще Чего Вот Преобразование Мелина Заключается Следующим Интегрируем От Нуля До Единицы x В степени m Ну dx На x Вот Так И Это Мы Назовем f Соответственно Ку Квадрат Никуда Не Делать n Где n Отвечает Вот Этому Индексу Это Называется n Момент Или Мелиновский Момент Это Что Такое Это Мы Перешли От Пространства Переменной x В Пространство Переменной n Это Как У Нас Все Равно Что Перехать От Импульсного Представления В Координатный Наоборот Да Вот Это Соответственно n Момент Функции Распределения Вот Можно Понимать Это Так Что Вот Если Я Вот Это x Представлю Как x В степени n Е В степени n Логаритм x Да Вот Это dx на x Это d Логарифм x Ну Перейду К переменной Логарифм x Да Заменю ее на t Вот То У меня Получится Что Это dt Да А тут Вот Е В степени nt То есть Это Преобразование Этого Самого Лапласа Помните Такое Оно У вас Должно Было Быть Где То Вот То 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 Это Ну Преобразование Лапласа Немножко Вот Такое Вот Измененное Здесь Оно Просто Более Удобно Поскольку Вот Видите У нас D y На y Здесь Стоят Вот Оно Называется Преобразованием Мелина Его Обратное Соответственно Его Можно Переписывать Через Обратного Для Преобразования Лапласа Это Такого Типа Преобразования Соответственно f От x Ку Квадрат Это Будет Единица На 2 Значит D z D z Z Z В степени Минус n Z Z Минус n Так И тут Что-нибудь Типа С Минус И Бесконечность С И Бесконечность Где Вот Есть Контур Который Идет По всей Оси И все Особенности Функции Они у нас Слева Вот Это Я еще раз повторяю Что это Преобразование Лапласа Переписанное Вот в переменных Вот таких Вот Значит Что мы делаем Мы говорим Ну давайте мы Наше вот уравнение Вот это Помножим Значит Помножим На Х В степени n Так и Проинтегрируем От нуля До единиц Вот И соответственно Здесь и здесь И посмотрим Что будет Вот Если я это Сделаю Если я это Сделаю Получаю Следующее Вот здесь Я просто Получаю Собственно Вот этот Момент F Несинглетный n Вот Так Купе Вот Равно То есть На 2pi Вот здесь Я тоже должен Проинтегрировать Все по x Но x У меня И тут И тут Вот Dx Dx На x Степени n Да А в чем Вы обратно Преобразовании Такие пределы Можете Пожалуйста Объяснить Еще раз Папарата Преобразовании Справа Вот слева Мы смотрим Преобразование Fn А вот Справа Записла Где цепь Плюси Бесконечность Писыграм Можете Просто Собъяснить Сределы Не может Ну Предел Пределы Следующие Что Вы когда Будете Решать Его В смысле Брать Его У вас Я не знаю Будут какие-то Плюсы Вот Значит У функции Вот у вас Значит Ваша 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 Значит Ваша Ваша Кривая Вот С Минус И Бесконечность С Плюс И Бесконечность Вот И Вы вот Так Будете Замыкать Брать Склады Полюсов Вот И у вас Будет Интеграл Сводиться К набору Полюсов Вот Конкретно Значит Почему Контур Именно Такой Ну я могу Отослать Просто к выводу Преобразования Этого самого Лапласа Вот К выводу Преобразования Лапласа Я честно говоря Это Уже забыл Вот Про константу Тоже Как ее определять Не Константа 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 Смотрите Константа На самом деле Любая Когда у вас Все То есть Вы Вы берете Интеграл От всех Ваших Особенностей То есть Сколько у вас Особенностей Есть Вы отошли В эту сторону И замкнули Контур Вот И замкнули Контур То есть Константа Совершенно Не важна Поскольку Когда вы Вот такое Будете делать Преобразование Сдвинете На константу Да Но тут у вас Ничего нет Вы просто Замкнете Контур Ну как Вот По этому Замкнутому Контуру Интеграл Ноль Поэтому Вы можете Вашу Вашу Этот самый Контур Двигать Сколько угодно Пока вы Не превратитесь В особенности Вот Поэтому Константа Здесь пишется В этом смысле Любая Ну В принципе Может мы Еще сегодня И с этим Поупражняемся Раз У нас Семинара Не будет Это я буду Тут Вот Поэтому Мы возможно Просто возьмем Туда Обратно Какое Преобразование Чтобы Посмотреть Как оно Работает Вот Значит так Значит так Вот Взяли Да Взяли Здесь Берем От нуля До Единицы Дх На Х Значит Х Степени Н Это я Помножил Соответственно Х Степени Н На Х Дх Вот С той стороны Получил момент С этой стороны Получил интеграл От 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 Х До Единицы До У На У П От Х На У Ф Вот Такой Вот Такой Значит Вот Такой Что Здесь Можно Сделать Здесь Можно Сделать Следующее Вот Возьмем Сделаем Замену Х Равно Y На Z Х Равно Y На Z Да Тогда Что Будет Тогда Будет Ну Я Буду писать Его Без Аргументов Чтобы Не тянуть Время Вот Давайте Смотреть Значит D Y Это Соответственно Значит Так Что Я Делаю Ну Хорошо Значит Я Хочу Перейти От Y К Z От Y К Z Значит Я Пишу Z На Z Вот У Меня Y Соответственно Это X На Z Когда Я Буду Брать Вот Сюда Я Подставлю У 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 Квадрат Ну F От Y Просто F От Y Вот Здесь Здесь Наверное Нет От Y А X Деленое На Z Y Ж Зеленое На Z А Вон Что Тогда Я Наоборот Сделаю Тогда Я Сделаю Наоборот Тогда Я Сделаю Наоборот Я X Заменю А Не Y Мне Так У Довольно Значит Вот Я Заменю X На Y На Z Тогда Значит Тогда F От Y Как Был Так Остался Я Хочу Понимаете Их расцепить Чтобы Вот Тут Была Одна Переменная И Вот Тут Была Одна Переменная Я Заменяю X На Y На Z У У У У У У У У Вот F От Y Хорошо D Y На Y Тогда У Просто Останется Как Был D Y На Y Останется Как Был От X До Единицы Все Как Было Но X Заменится X Станет Y На Z Соответственно Вот Здесь Будет Z Степень N D Z На Z Вот И Y Степень N Появится Появится Вот Отсюда Вот Значит Здесь Был DX На X Стал DZ На Z Все Правильно Значит Пределы Интегрирования Теперь Какие Пределы Интегрирования Если X Менялся От Нуля До Единицы Соответственно Z Будет Меняться Значит X Менялся От Нуля До Единицы Z Будет Меняться Значит В каких Пределах X Менялся От Нуля До Единицы До Единицы На Y Что-то Не очень Хорошо Ну Хорошо Сейчас Переделаем Вот Посмотрим Исходной Исходную Область Исходная Область Была От Переменных XY Исходная Область Была От Переменных XY И у Нас Был Такой Интеграл От Нуля До Единицы DX От X До Единицы DY То есть Это Область Вида По X От Нуля До Единицы По Y От X До Единицы То есть Это Вот Эта Область Я могу Переписать Следующим Образом Наоборот Первым Взяв Интеграл Перестав Пределы Соответственно Если я По Y Буду Брать От Нуля До Единицы От Нуля До Единицы По Y По Y Я беру От Нуля До Единицы Тогда По X Я беру От Нуля До Y От Нуля Не от Нуля По X По X Я беру От Нуля До Y Правильно Отлично Вот Тогда Мне Лучше Будет С Пределами Интегрирования Поскольку По Y Я От Нуля До Единицы Беру Это То Что Мне Нужно Вот По Y Вот У меня Интеграл По Y Я Пишу От Нуля До Единицы И тут У меня Сразу Возникает Момент От F Видите То То есть D Y На Y Y В степени N И Вот F От Y И От 0 До Единицы Правильно Пределы Интегрирования От 0 До Y А Вот Значит По Y По X У меня Соответственно От 0 До Y По X Если X Был Вот В новых Переставленных Переменных От 0 До Y То Z Соответственно Будет От 0 До Единицы Видите Или Не Видите Люди Вот И Это Хорошо Это Хорошо Вот Я Тут Единичку Пишу Вот И Все Чудесно У Меня Получается Что Вот Это Вместе С ПЗ Дает Мне Момент От ПЗ А Вот Это Вместе С F От Y Дает Мне Момент От F Вот В результате Мое уравнение Значит Несинглетное Получается Следующим Получается Следующим Так Получается Таким Вот Энтый Момент Альфа С На 2 А тут Просто Произведение Произведение Соответственно Соответственно Вот Этого Несинглетного От Ку Квадрат Ку П Вот Помножить На П Ку Ку Энтый Вот Ну и Все чудесно То есть Представление Моментов У нас Уравнение Это просто Уравнение Ну Без Интеграла Не Интегральное Обыче Вот Как его решать Значит Во-первых Если Мы Говорим Что Ну вот Мы Не заботимся О движении Константы Связи Например Фиксируем Константу Связи Вот Она у нас Не бежит Тогда Это просто Уравнение На экспоненту Но мы Решаем Получаем Экспонент Это я Напоминаю Некое число Просто Мы его Вычислили В Z Пространстве Вот Там Оно Вот Таким Соответственно Помножить Эту штуку На Z В степени N И взять Интеграл Ну Ничего не стоит Это просто Какие-то там Дроби Да Вот И будет Просто число Как функция N Вот То есть Вот это Число Вот Если мы решаем Уравнение На экспоненту Ну понятно Что это будет E в степени Альфа S Делить на 2 пина Вот это число Значит Помножить Там на логарифм Q Вот Вот такое решение Однако Если мы будем Учитывать Бегучесть Костантой связи То вот этот Вот я вот Специально Вот сейчас Я его пишу Полным D А не частным Потому что Тогда это Будет уравнение Калана Семанчика По факту А именно Я смогу Это вот Переписать Следующим образом Вот так D Под логарифм Q в квадрате То есть Полная производная Это частная Производная Плюс Производная По константе Связь Значит То есть Это плюс D Раньше я писал Равнение Калана Семанчика Через G Да Но вот сейчас Через альфа S Напишу D Д по D Альфа S Помножить на D Альфа S По D Логарифм Q в квадрате Вот Это перенесу сюда Минус Альфа S От ку в квадрате На 2П П Куку НТ Вот На F F НТ Равно 0 Это вам ничего не напоминает Вот это вот просто Уравнение Калана Семанчика Если Мы скажем Что Вот это У нас Аномальные размерности Ну их иногда называют Гамма Куку То есть Они стоят ровно На месте аномальных размерностей Когда вот мы говорили Про операторы Да Вот поэтому Это называется Аномальные размерности Аномальные размерности Соответственно Ну там Деглап Или вот этих вот ПДФ Вот Глубокий смысл В этом смысле Такой Деглап Можно выводить По-другому Через локальные операторы Вот если вы Эту вильсоновскую линию Которую между Полями ПСИ В определении ПДФ Раскладываете В ряд Да Если вы ее разложили В ряд У вас это ряд Из локальных операторов Каждый из которых Выглядит примерно так Что это ПСИ с чертой Сколько это раз Там Выпало Поле А Глионное Да И ПСИ Ну и еще там Производные Вот Соответственно Аномальные размерности Каждого из этих операторов Это и будут Соответственно Вот эти Энтовые моменты Вот То есть Вот это Это уравнение Кална-Семантичка Для тех операторов Которые получаются Разложением Беллистинской линии В ряд Можно с той стороны Идти Выводить Деглаб Но мы вот Как бы с этой пошли Но как бы там ни было Уравнение Длинно-синглетной функции В пространстве моментов Выглядит вот так Если мы учитываем Бегучесть Константы связи Как решать Такие уравнения Мы с вами Решали уравнение Кална-Семантичка Вот То есть это уравнение В частных производных Пишем характеристическую систему Решаем ее Вот И Получаем ответ Вот сейчас я напишу Что будет Что будет Так Помните Как это решается Или Не очень Значит Чтобы его решить Нужно вспомнить Что такое Дальфа-С Под алгарифмку квадрат Это уравнение Гелмана-Лоу Ну Кто помнит Что это Значит Тут должно быть Ну Вообще говоря Это По определению Это бета Там от Альфа-С Да Это бета-функция Но Все что мы делаем Мы все равно делаем В первом Так сказать Главном приближении Поэтому у нас Это просто Бета-Ноль На Альфа-С В какой степени С минусом Там было Это Количество флеверов Флеверов Или что-то такое Где Там Сейчас я посмотрю Вот посмотрите Это мы с вами выводили Уравнение Гелмана-Лоу Наверное Два Вот смотрите Вы мне даже Его на колоквиуме Должны были Писать Вот Спасибо Субтитры делал DimaTorzok Ну что, кто-нибудь вспомнил? Ну, квадрат здесь Четвертая степень Там четвертая степень, да, но альфа это, соответственно, уже в квадрате, поэтому тут квадрат Вот, ну и я очень подробно решал вот это вот уравнение Кална-Симанчика просто, так сказать, несколько семинаров назад Поэтому я вам просто напишу ответ Вы можете взять тот ответ и подставить вместо аномальной размерности вот это Ну и сообразить, вот я писал там через заряды G, а тут написано через альфа-С, как там чуть-чуть все поменяется Вот, с точностью до общего коэффициента Но решение при этом оно вот такое, то есть F на масштабе Q2, это F на масштабе Q2 в квадрате, на масштабе Q1 в квадрате И отношение вот этих альфа-С в степени, которые определяют нам аномальные размерности Которые определяют аномальные размерности Вот, собственно, и все То есть мы берем То есть мы берем Исходную какую-нибудь, скажем, на масштабе 2 ГЭВа Я вам некую модель для распределений F портонных писал в прошлый раз Вот, то есть мы его берем По нему считаем его моменты на масштабе, я не знаю, каком-нибудь в низком, типа 2 ГЭВа, где мы их знаем Взяли, потом, как константы связи зависят от масштаба, мы знаем Вот, вот это вообще числа То есть это преобразование миллиона от каких-то таких функций расщепления То есть это просто числа Вот, бета-0 Чему равно бета-0? Кто помнит Вопрос на экзамене на 2 Да Вот Нет, ну тут-то точно должно быть что-то там с этим искали 11, правильно 11, 3, 5 Минус 3, да? 2, 3, КН Ну ладно, коллективными усилиями Вот, то есть бета-функция То есть это число, как зависит альфа-эээс от масштаба мы тоже знаем, да? Это решение вот этого уравнения, собственно Так Вот мы подставляем сюда, берем отношение, вот такой фактор Все Вот В результате помножили, потом берем обратное преобразование миллиона Вот от этой штуки Получаем некое выражение Это наша несинглетная функция на масштабе ку-квадрат Вот Теперь Это несинглетная функция А что касается синглетной функции Что будет там? А там будет веселее Там, соответственно У нас есть два уравнения Которые выглядят так Которые выглядят так Я их буду писать вот D По D логарифм Ку-квадрат Вот так вот буду писать Сигма Ну и G Чтобы индексы опять не писать Сигма, соответственно, это синглетная функция распределения А G это глионная Вот Это Альфа-С На 2П Интеграл от нуля до единицы До у на у А вот тут Вот так напишем П Ку-ку П Так Как оно там выглядело П ку-ку 2НФ 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 На ПЖ-ку А вот тут оно выглядело П Значит Ж-ку ПЖ-ку А тут ПЖ-ку 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 Как функции Все это как функции Игрек делить на x Игрек делить на x Да, ну вот все они Тут напишу Функции y делить на x И это все помножается на тот же сигма А эту штуку А эту штуку как глюнгик диагонализовать можно? Да, конечно Я к этому и веду Вот Значит Что мы должны сделать Мы должны сказать Что вот эта матрица Вот эта матрица Вот эта матрица Значит Ну Прежде чем даже диагонализовывать Мы можем взять И сделать преобразование Мелина Да Если мы сделаем преобразование Мелина То Все будет так же как здесь То есть Вот эта система Из интегральных уравнений Вот такой матричный Перейдет в обычную матричную систему То есть у нас останется То же самое Но уже не как функция x на y Как просто n-тые моменты То есть получится d Под логарифм q в квадрате Вот Сигма g n-тые моменты Это будет Альфс На 2π А тут будет произведение Просто произведение Сигма g n-тые моменты n-тые моменты На n-тые моменты вот этих То есть pqq n-t p q-g n-t p-m gq n-t p-g n-t 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 Значит Вот с этой системой Уже нужно делать что? С ней нужно Делать диагонализацию И если Делать диагонализацию То Что такое диагонализация? Мы говорим, что вот эта матрица Что вот эта матрица Представима в виде Представима вот в таком виде pqq2nf pqq2nf pqg pg 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 Если я это подставлю сюда и с той стороны помножу на х-1 У меня получится уравнение следующего вида Что вот тут у меня получится такое уравнение То есть это стандартная диагонализация Х-1 на σg М3 моменты это αs на 2π Что там λ1, λ2 На x-1 σg σg n-3 моменты После чего Значит, ну вот это два отдельных уравнения И с ними можно поступать и нужно поступать так же, как с предыдущим вот этим несинглетным уравнением Так Вот То есть Мы можем сказать, что Наше решение Для вот этих вот векторов Оно такое же, как здесь Оно такое же, как здесь Вот Соответственно решение для σ и g Это мы должны вот это решение Для каждого из них помножить обратно на х Вот И будет вот что Будет, соответственно, σg n-3 моменты Это x На Вот такие решения Вот такие решения Так Значит Типа αs q2 в квадрате αs от q1 в квадрате В степени С степени Минус λ1 На 2πβ0 Тут 0 0 αs q2 в квадрате q1 в квадрате А α2 2πβ0 Вот Вот Матрица x-1 На 7g Вот 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 Ну это ответ Вот Это ответ Это ответ Так Это Это старое Это вот Вот так Надо выделить Вот Альфа-1 Вот это ответ Ну Опять-таки По известной матрице Найти x и ламда Ну не сложно Да Вот 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 так Вот Собственно Все Вот Деглаб Решили мы По крайней мере Вот в главном порядке Все Вот так Делается Так Еще я вам Вот это Должен написать Вот Вот эту матрицу Я должен Написать Собственно Вы ее Можете легко Сочетать Поскольку Это интегралы Вот этих Вот Функций Вот Это интеграл Вот этих Вот функций Соответственно 3 вторых Плюс Единица Значит Все Значит Куже Куже Значит 2нf Так 2нf gq gq cf так Это тоже cf gq 1нf cf gq 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 Summer gq 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 nf gq 1 на n, на n, плюс 1, n плюс 2, минус, это n плюс 1, плюс вот здесь значит ну понятно как это брать вот ну дельта функции вот три вторых есть вот он три вторых пришло да вот тут какие-то дроби вот эти дроби дадут на самом деле просто дроби по n вот эта штука это краткая запись суммы это значит вот так это ответ производная да да гамма штрих дело в том что ну ее можно не использовать это будет сумма просто неких вещей потому что что здесь происходит здесь происходит вот этим пц будем смотреть вот там такой интеграл стоит дз дз пепенен делить на z вот а тут стоит единица минус z и плюс до единицы близок квадрат вот что такое плюс плюс это вот это минус вот это в точке 1 до этому обсуждали поэтому а интеграл тут на самом деле будет следующего типа вот это я все отсюда стираю ну или оставлю но перепишу это будет интеграл с нуля до единицы дз будет единица минус z а тут будет соответственно лучше структуру лучше структуру значит тут будет значит тут будет значит тут будет дз 0 до единицы единица минус z единица минус z а сверху у меня первое это z в степени n минус 1 минус 1 минус 1 плюс 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 z в степени n плюс 1 минус 1 единица минус z так вот я значит полностью в соответствии с плюс прескрипцией я вот это вот раскрыл да все и у меня нету у меня нету этих никаких сингулярностей при z равном единице у меня все прекрасно сокращается вот то есть тут можно что сделать можно вот эти две выразить через производную от гамма функции они просто выражаются по формулу вот вот как тут написано а можно просто сказать что ну понятно что это будет это вот если вы вот это на это поделим то это будет сумма степеней z просто вот то есть мы можем сказать что z в степени скажем вот вот ну вот n плюс 1 возьму минус 1 на z минус 1 это что это 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 значит z в степени n сейчас соображаюсь я вот так напишу плюс z в степени n минус 1 и так далее плюс 1 это правильно или нет да это правильно это правильно вот соответственно я вместо вот этих если я не хочу с гамма функций связываться пишу вот такие суммы вот интегрирую по z интегрирую по z вот каждый z ну от нуля до единицы это просто там какие-то числа вот и я понимаю что вот здесь у меня с точностью до ну старшего члена это будут одинаковые суммы да то есть вот нет вот тут вот будет просто там пара лишних слагаемых вот ну и вот вот эта двойка это и есть соответственно скажем вот от этого от n плюс 1 да вот ну и все то есть эти интегралы берутся просто эти интегралы берутся просто вот вот ну собственно все тогда наверное с того что я могу так на скидку рассказать вот 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 вопросы важно глупый вопрос как-то вот эта сумма разложилась а вы перемножите а вы перемножите ааа просто генетической точностью точно спасибо вы перемножьте да перемножьте и получите вот то есть ну тут два способа или вы берете смотрите представление разных функций гамма функций это одно из представлений производных вот такой интеграл вот с точностью там ztn ztn плюс 1 вот или вы просто раскладываете в сумму и вместо этих пси у вас будет сумма вот ну потому что что такое гамма функция гамма функция целых числа это вообще там факториал да вот ну поэтому это и будет такая сумма вот 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 так так я на самом деле хотел чтобы михаил геннадьевич вам вывел глионную функцию распределения но вот у нас не вышло вот а где-нибудь можно прочитать про это дело ну вот я это напечатал туда просто как это каждый выводит по-своему ну или я могу ее сейчас вывести так быстренько и еще есть и еще есть соответственно это вывод правил сумм есть вопрос вот то есть вот помните я писал вам правило сумм что сумма сумма по ку значит чего-то это может стороны и есть еще вот такое правило сумм собственно их там много разных x соответственно а вот тут вот сумма по ку по ку антику от x плюс f gp от x равно единице то есть если вот это dx если вот это это просто число кварков вот их там было там один два три ноль да то вот это это импульс продольный импульс суммы всех компонент равен единиц то есть это вот кварковое правило сумм да там барионное да вот это это импульсное вот можно их вывести а можно таки чтобы это не подвисало вот вопрос следующий что функция распределения любая любая например глионная да f qp от x это таки интеграл а а крест значит от xp плюс перпендикулярная лямбда а через число частиц а а а от xp это перпендикулярная лямбда на протон вот ну с каким-то коэффициентом что в светоконусной калибровке вот эти портонные функции распределения имеют смысл числа частиц то есть это оператор числа частиц в обкладках протона то есть вот сколько там этих самых частиц вы это вывели или нет вот на семинаре люди или вы не ходите на семинары выходим вот можно вот это вывести раз у нас пока еще немножко времени так так по моему у нас не было такого я тоже вижу на протонные модели и потом еще эти адронные ой как это называется омиды не так правильно тензор адронный да адронный тензор ну у нас было правило сумма на другое было он мне сказал Михаил Геннадьевич он для протонов нейтронов вам рассказывал как они там раз раз вот ну хорошо это из той же серии на самом деле ну то правило сумма вот какой-то был какой-то нет я решение для вот этого я написал вот в бумажке в свои а для моментного правила сумма я не написал но наверно напишу на выходных туда положу вот а вот это вот неплохо бы знать вот давайте тогда вот это я напишу поскольку это интерпретация что такое портонная функция распределения вот ну какая вам больше нравится кварковая или глюонная ну ладно кварковую я все-таки вам вводил а глюонную ну в смысле для кварковой мы много чего считали давайте для глюонной тогда посчитаем вот значит глюонная функция распределения g от x q квадрат вот это у нас что это интеграл d z минус на 2p xp плюс значит сиртой в плюс z минус в и ой глюонная f плюс плюс минус п п есть и г играла я за минус плюс g минус ну 0 плюс, 0 минус, 0 минус, помножить на f плюс мил от нуля. Так, тут видно еще в обкладке протона. Ну, тут опять-таки одна-вторая сумма по поляризациям протона. Это протон. Вот. То есть это тензор напряженности поля, f. Вот. Это вирсенская линия. То есть вот у нас есть две точки. Между ними идет глюонная вирсенская линия. Вот. Тут у нас сет тензора напряженности. Линия идет по световому конусу. А индекс 1 это как? В смысле 1. Да. А почему 1? Да. Да. нет. А у нас же какая-то, которая из мю. Правильно. Значит, f меню, d мю, аню, минус, d мю, аню. Ну, вот у нас индекс плюс, мю. Вот индекс плюс, мю снизу. Да. Вот. Значит, что здесь хорошо там? Хорошо. Здесь следующее, что f плюс мю. Вот. Как можно это считать? Опять-таки, в любой другой, кроме светоконусной калибровки, это вообще такое месиво нелокальное. Вот. То есть, ну, это вот раскладывается в ряд. Это сколько угодно глюонов, да? Полей а. В светоконусной калибровке а плюс равно нулю, а плюс равно нулю. Что у нас получается? У нас получается f плюс мю, будем смотреть. Ну, мю тут написано. Это что? Это, соответственно, d плюс, а мю минус. d мю, а плюс, это сразу ноль. И тут будет одно из них плюс. Это тоже ноль. Вот. Поэтому все на этом. Вот. Видите, как удобно. Вот. Поэтому вот это просто производная, это плюс. И все. И это производная, это плюс. В светоконусной калибровке. Вот. Все остальные члены нули. Вот. И вельсинская линия ноль. Вот. Теперь, если мы вспомним, что такое а. 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 Куда-нибудь в сторонку. А снизу. Значит. А. Мю. А. Это интеграл. D. 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 Вектор. . Вот. Я сразу пишу. вот я могу раскрывать через, соответственно, D3P. А могу ДП плюс ДП, например. Да. Вот я через П плюс буду писать. Поскольку у нас вот везде плюс. Вот. И сейчас обсудим вот нормировку. формировку. Значит. А. А. П лямбда. Сумма. П лямбда. А. П лямбда. Соответственно. Е в степени. П. Плюс. А крест. П лямбда. Е в степени. И. П. Вот тут еще нужно. Эпсилон. П лямбда. Эпсилон. П лямбда. Эпсилон. Вот. И сообразить где знак плюс поставить. А где минус. Значит. При А. Стоит минус. Соответственно. При А крест стоит плюс. Ну и одно из них можно взять сопряженным. Там. Я не знаю. Э. Это. Сопряжен. Я не помню. Которая. Но вот этого. Вот. Вот это поле. А. Обычно мы его нормируем. Типа. Корень из 2 омега. Да. Вот. Можно так и нормировать. Просто в зависимости от нормировки. Будет ответ соответствующего. Там. Меняться для числа частиц. Вот. Э. Так. Сейчас я проверю. Коэффициент вот здесь. Коэффициент. Коэффициент правильный. Все хорошо. Это правильно. Вот. Значит. Берем вот это. Подставляем тогда туда. Вот. Так. как. Ф плюс. Мю. Это все равно. Что. Д плюс. Д плюс. Это. Д плюс. Д минус. З минус. У нас есть. Вот. 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 Когда вот здесь пишется. Единица на корень из 2 омега. Подразумевается. Вот. Такая нормировка операторов. А. Лямда. А. Крест. П. Лямда. Штрих. Это. Нормировано. На. Д. Соответственно. 2. В кубе. Дельта. П. Минус. П. Штрих. Дельта. Лямда. Лямда. Штрих. Это. Плюс. И. Перпендикулярное. Вот. Вот. Тут. Ничего. А. Вот. В этой науке. Как бы. У нас. Люди. Вот. Мы. Так. Привыкли. Нормировать. А. Когда. Люди. Говорят. А. А. Крест. П. Лямда. Нормированы. Вот. Так. 2. П. В кубе. На. 2. П. Дельта. Плюс. Серпендикулярное. П. Минус. П. Штрих. Дельта. Лямда. Лямда. Вот. Если вы пишите. Вот. С. Такой. Нормировкой. Эти операторы. А. Да. Вот. Тогда. Вот. Тут. Вот. Этот корень. Уходит. И. Тут. Остается. Без корня. 2. Плюс. Вот. Если использовать такую нормировку. Которая здесь более-менее стандартная. То. Мы получим. Наши поля. Вот. С такой нормировкой. Вот. Поэтому. Давайте. я ее буду тогда тут использовать. Поскольку ее люди. Отцы основатели. Так сказать. Вот. Используют. Вот. И. Вот. Смотреть. Вот. Что мне нужно. Мне нужно. Ф плюс. Ф плюс. Мил. Вот. А что такое. Ф плюс. Мил. Это. Минус. А плюс. Минус. Вот. Если я это продифференцирую. По. З. Минус. Ну. Тут. Х. По. Х. Минус. У меня получится. Интеграл. Д. П. 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 Эпсилон. П. Лямбда. А. П. Лямбда. Э. В степени минус. П. Ноль. З. Минус. Ноль. З. Минус. Ноль. Вот. Значит. Тут у меня останется. П. Плюс. З. Минус. Все остальные нули. Компоненты. Вот. Из полного. Четырехмерного произведения. Вот. И. Что. И. Когда я продифференцирую по Z минус. Это будет. Минус. Плюс. Комплексно сопряженное. Ну. Эрнитово сопряженное. Вот. На второй кусок. Вот. Значит. На второй кусок. На второй кусок. Хорошо. Да. Правильно. Да. Правильно. Правильно. Дальше. Дальше. Соответственно. Если я. Возьму. Все-таки. Дальше. Возьму. 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 равную. Нулю. Значит. Если я беру. DZ минус. D. Z перпендикулярное. F. Дальше. 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 Беру. Плюс. Мил. Интегрирую. По. Соответственно. Экспоненте. Вот. Этой. Проинтегрировал. По. Экспоненте. Что я. Получаю. Что я. Получаю. Вот. От нуля. До. Плюс. Бесконечности. П плюс. То есть. П плюс. Что такое. П плюс. Я напоминаю. Эта энергия. Минус импульс. Третий. Он у нас всегда положительный. П плюс. Вот. Энергия у нас положительная. Вот. Что здесь будет. Если. Мы так интегрируем. С. 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 Э. В степени. С каким-нибудь. Импульсом. К. И. К. Э. Плюс. Экс минус. Виндикулярно. То. Что я. Получу. Что я. Получу. Что я получу? Я получу Я просто беру фурьер Фурьер ставит мне P на K Вот У меня получается, что это Эпсилон Значит K K Лямбда Вот Эпсилон ка лямбда А Ка лямбда Вот и все И все Если у меня K положительное K плюс больше нуля На На И Так И все На двоечку возможно Сейчас двоечку На двоечку На минус И Пополам Так Это понятно? То есть я взял Вот это преобразование Вот Вот этого Поля F Преобразование Фурьер с положительным К плюс Вот Что у меня получается Вот там Фермитова Сопряженным Будет плюс И P плюс Вот И когда я буду брать Преобразование Фурье У меня в дельта функции Будет К плюс Плюс Они оба положительные Вот этот член Играть не будет Будет играть Только этот член Соответственно Преобразование Фурье Даст мне Дельта функция П плюс Минус К плюс Они оба положительные Я интегрирую П плюс Получаю единицу Ну Два Пи в соответствующей степени То же самое С перпендикулярными Вот Они у меня Дают мне дельта функцию Я по ДП С ее снимаю И у меня остается Минус И Пополам Эпсилон на А Вот Минусы пополам Эпсилон на Эпсилон мю Вот Вот так После чего У меня есть еще Замечательное Тождество Которое мы уже Использовали Разочек Эпсилон мю Калямда Эпсилон Калямда Ню Сумма Полянда Это Минус Дминю Калямда Вот Где этот Тензор Значит Ну числитель пропагатора В этой калибровке Даже больше того Мне оно не совсем Такое нужно Это тоже есть Мне нужно другое Сумма Даже не сумма А вот такое Эпсилон У меня же мю по мю суммирование А не по сигма Эпсилон Мю Калямда Эпсилон Калямда Штрих Мю Сумма Это Минус Дельта Лямда Лямда Штрих Вот Вот это Мне нужно Вот 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 Так Вы Слушайте Что я делаю Или нет Люди Вы тут Так Понятно Да Это Вот давайте На самом деле Мы говорим Вот у нас есть Поле А Выражается Через операторы Рождение Уничтожение Если мы его продифференцируем Ну будет вот такое выражение Да Вот Возьмем его фурье У нас получится Собственно сам оператор Рождение Уничтожение Да Чудесно Я хочу обратно сделать Я хочу написать следующее А вот давайте посмотрим Что такое Что такое Интеграл ДП перпендикулярное На 2П квадрате На Сумма Вот Вот какая мне надо Сумма А крест П лямбда А П лямбда Сумма по лямбда Вот Ну и одна четвертая Это Мне Пригодится Вот Что это такое Это Я взял вот это И помножил на его сопряженное Да Вот Если я возьму вот это Что это такое Это Значит Это Это что Это Интеграл Значит ДП перпендикулярное На 2П в квадрате Вот А если я Умножаю Вот 2 таких Минус и пополам Эпсилон мю К лямбда А А К лямбда На такое же сопряженное Это будет и пополам Это будет и пополам Эпсилон Эпсилон Мю К лямбда На А Ну наоборот Я сначала крест Возьму А потом возьму А Эпсилон На а к лямбда Вот То есть я Вот это Помножу на это же сопряженное Это помножил на это же сопряженное Что у меня получилось И на минусы У меня ушли Вот У меня ушли Значит Дальше Сумма По эпсилон Дала мне дельта 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 символ Вот И окрест на а Осталось Еще осталась 1 четвертая Соответственно Вот здесь 1 четвертая Я написал Сумма По а Она осталась Вот А эпсилон Мне свернулись В единичку Мне свернулись В единичку Вот Свернулись Мне В единичку В единичку Вот То есть я могу написать Что вот это Это Соответственно Что Это интеграл От F Плюс Ню От 0 Плюс Z-0 Перпендикулярное Вот 0 Z-0 F-0 Перпендикулярное На 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 Такой же Только с нижним Индексом Вот Такой же Только с нижним Индексом Значит F Плюс Ню Мю Так Не 0 А Z Ну и плюс Скажем Y Минус Y Перпендикулярное Y Перпендикулярное Значит Вот С минусом Еще С минусом Но я Переставлю Вот так вот Будет Мю Плюс Вот И интеграл Соответственно Я тут брал Фурье Дважды Да Я тут брал Фурье Дважды Соответственно Тут Мне нужно Написать E в степени I E в степени I P Перпендикулярное Y Минус Z Перпендикулярное I Еще Помножить На E В степени I В экспоненте Какая переменная Минус Z Вот смотрите У меня для каждой Для этой Z Скажем Был для этой Y Да Я в одну точку Ту же самую P Я их поставил Вот Поэтому Я тут должен Написать E в степени I P Z Ну В одну точку K Я их поставил Но я тут П писал Поэтому пусть будет P Соответственно В один тот же Импульс P Я их поставил И Y И Z Вот Поэтому здесь Y минус Z Вот И Такой же Для плюсов P плюс Y минус Z минус Вот Только сообразить Нужно правильно С Что Мы сопрягли Да Потому что Один мы сопрягли Видите А второй нет То есть Вот это Это Соответственно У нас Для Нам нужно Если мы два оператора А поставим Ничего хорошего У нас не будет Вот Поэтому Мы Или В одном Из них Берем К плюс Больше нуля А во втором К плюс Меньше нуля Или просто Сопрягаем Вот Мы сопрягли Так Только я хочу С этой стороны Сначала Поставить Сопряженный А потом Несопряженный Чтоб Было правильно Сейчас Проверю Секунду Вроде правильно Вроде правильно Вот Написал Хорошо После чего По П Перпендикулярный Я интеграл Беру Вот он Он дает Просто 2П в квадрате Дельта функции От У Перпендикулярной Минус З Перпендикулярная Вот У Перпендикулярная Минус З Перпендикулярная Вот Вот тут Я напоминаю У меня есть интеграл По ДЗ Минус Вот А я Возьму еще Интеграл По ДЗ Перпендикулярной То есть Итого Итого У меня получится У меня получится Одна четвертая Вот Тут Интегрирование Не написал Интегрирование Тут какие Тут интегрирование По З Минус По У Минус По З Перпендикулярная И по У Перпендикулярная То есть Вот У каждого Мы фурье брали Вот Итого Получится Интеграл Д Перпендикулярная 2П в квадрате Сумма По Лямбда А Крест По Лямбда А По Лямбда Это Вот я еще раз говорю Я по П Перпендикулярному Беру Интеграл У меня получается Дельта функция У минус З Перпендикулярная Потом Я По Одному Из них Скажем По У Перпендикулярному Эту дельта Функцию Беру Вот И у меня Остается Интеграл Д З Перпендикулярная Д З Минус Д У Минус Вот Ф Плюс Мю Ф Плюс Мю Ноль Плюс З Минус З Перпендикулярная Ф Плюс Ноль Минус Ноль Плюс Игрик Минус З Перпендикулярная Потому что у меня теперь они в одной точке стоят Да Вот И остается Вот эта экспонента С плюсовыми минусовыми Компонентами Значит Я ее сейчас перепишу Е в степени Минус И Вот так там Плюс З Минус Минус Игрик Минус Вот Все Вот Видите Это уже близко к вот этому Вот Теперь Я напоминаю Что Для любого оператора О О Х Это О От Нуля Есть Степень И П И Есть Степень И Минус И П И Где П Это оператор импульса Вот Если мы рассмотрим Вот это Как такой оператор Да То По Перпендикулярному Импульсу Мы Это З Вообще Можем Вытащить Вот Соответственно Это Что Такое Это Вот Что Такое Это Е Степени И П Перпендикулярная З Перпендикулярная F Плюс Мю От 0 Плюс Z Минус Z Перпендикулярная З Это уже нету 0 На F Мю Плюс 0 Перпендикулярная Y Минус 0 Перпендикулярная На Е Степень Минус И П Перпендикулярная З Перпендикулярная Вот То есть Я рассмотрел Вот это Как целый Оператор О Да И из него Вынес Зависимость От Z Перпендикулярной Вот В стороне Вот Теперь тут Нули На самом деле Точно так же Я могу Вывести Зависимость От Y То есть Сдвинуть На Y Тогда Но На Y Я должен Сдвигать Как Целая Тогда Вот тут Получится Z Минус Y Минус 0 Перпендикулярная А здесь Будет 0 Минус Вот Тогда В экспоненте Появится И P Плюс Y Минус Вот А вот здесь Соответственно Еще Минус И P Плюс Оператор Y Минус Вот И вот таким образом Я вот тут Организовал Ровно то Что здесь Вот тут 0 Полный Так А вот тут Вот Z Минус Ну Z Минус Я переобозначу И все будет хорошо Вот Теперь Если я буду брать Оператор В протонных Обкладках Оператор В протонных Обкладках Любой Оператор В протонных Обкладках Ну вот Скажем Вот Это Е в степени И P X У от 0 Е в степени Минус И P Так как Протонные Обкладки У нас Диагональные То есть Какой Протон У протона Импульс Был Такой Он и Остался Это Означает Что Когда мы Вот этим Вот сюда Действуем А этим Вот сюда То у нас Это Оператор Импульса Меняется На собственно Импульс Протона На число Но Так как Обкладки Диагональные То есть Импульс Здесь Равен Импульс Здесь Так То у нас Есть Просто Закон Сохранения Ну Инвариантность По сдвигу Если хотите Да Вот То есть Это даст Мне Е в степени И PX Где здесь P Импульс Протона А это Даст мне Е в степени Минус И PX Где P Эти две экспоненты Просто благополучно Сократятся Их просто Не будет Если бы у нас Был не диагональный Матричный элемент Да То тогда Остался бы Импульс Ну Разница импульсов Этой обкладки И этой обкладки А раз он диагональный Ничего не останется Поэтому Так как у нас Тут Обкладки Протона Вот То я просто могу Вот эти экспоненты Просто убрать Да и все Вот Это понятно Или непонятно Чудесно Вот я теперь Перепишу Вот эту штуку В обкладках протона Вот Перепишу Так Экспоненты я убираю А вот это на память Чтобы пока Было И получится Вот это все Соответственно Одна четвертая Интеграл ДП перпендикулярно 2Пи в квадрате Ну и вот Честно напишу Все эти обкладки Протона Тогда Одна вторая Сумма по спину Протона Сумма по лямбда Апы лямбда Апы лямбда Протон Это вот это Значит В околках протона Равно Равно Интеграл Вот тут Z минус Y Да Z минус Y Минусовая компонента А тут у нас отдельно DZ минус DY минус Вот Их можно переписать Как Z минус Y Минус Назовем его там X минус Да Соответственно Какой-нибудь DX минус Вот И оставить DZ минус DZ перпендикулярное Вот Где X Это Z минус Y Вот И тогда И тогда Значит В окладках протона Останется Одна вторая Сумма по С Останется F Плюс Мю От X минус Остальные нули Не буду их писать F от нуля Мю плюс Вот И вот эта обкладка Вот это экспонента Вот это экспонента E в степени Минус И Z минус Минус Y Минус Это X Минус X минус P плюс Протон Вот Вот видите Это практически Уже вот это Ну без Вельссенской линии Да Единственное Ха-ха Естественно Забыл X Это вот этот X P плюс Это импульс Протона Вот С обозначениями Конечно Не весело Ну ладно Вот Что здесь Лишнее Вот здесь Все бы было Вот как надо Но Вот тут Вот этот Интеграл Есть Видите Который Без Без Вообще От него Ничего не зависит Это просто Интеграл Ко всему Пространству Вот Этот интеграл По всему Пространству Этот интеграл По всему Пространству Значит Что с ним Нужно Сделать С ним Нужно Сделать Следующее Надо Вспомнить Нормировку Протона Нормировка Протона Ну Одна Вторая Сумный Пояс Нормировка Протона Вот Если мы Нормируем То Собственно Так же 2П В кубе На 2П Плюс Дельта От Ну П П Штрих Тогда Это будет П Минус П Штрих Перпендикулярная И П Минус Штрих Плюсовая Вот Вот Нормировка Протона А что Такое Эти Дельта Функции Эти Дельта Функции Вот Если П Равно П Штрих Ну Что Такое Дельта Функция Дельта Функция На самом деле Это Интеграл Это 2П На Интеграл ДХ Минус ДХ Перпендикулярная От Е В степени И Там Х Минус П Плюс Минус Пштрих Плюс Плюс И Х Перпендикулярная Ф Минус Пштрих Перпендикулярная Вот А если У нас Обкладки Одинаковые Ну Это Грубо говоря Дельта Функция От Нуля То есть Это Вот Эти Вот Интегралы Потому Что Вот Здесь Будет Ноль Стоять В Экспонентах Это Будет Просто Интеграл ДХ Минус ДХ Перпендикулярная Да Вот И Соответственно Вот Ровно Тут У нас И Стоит Вот Он Ровно Тут У нас Стоит С точностью До Вот Этого 2П Плюс С С точностью до Поэтому Мы его так и заменим Нету дельтафункции Вот смотрите Я ставлю П Равно П П П Штрих Равно П Вот Этой Экспоненты Просто Нет Мы Остается Просто Интеграл По всему Пространству Нормировочный объем Это Нормировочный объем В котором Этот протон Находится Вот Нормировочный объем Вот Соответственно Что я получаю Что вот тут стоит Нормировочный объем Вот этот Значит Ну и Помножить на 2П плюс Ну вернее Тут стоит Нормировочный объем Который есть Нормировка протона Деленная На 2П плюс Так Вот Поэтому я ее так и подставлю. У меня получится. Значит, вот я сюда напишу. Сюда буду писать. Значит, протон. Одна, вторая по спине протона. Протон. Тут, значит, протон, протон. Значит, протон, протон. Протон, протон. Так, я хочу на вот этот интеграл поделить. Если я на него делю, это все равно, что я делю на вот это и помножаю на 2П+. Вот. Ну, вот это я поделил. Ну, вот это я поделил. Так. И сейчас 2П+. 2П+, я хочу с той стороны оставить. С той стороны оставить. Значит, а с этой стороны у меня интеграл dx-. Ну, чтобы было так же, как здесь, я его на z перебозначу. dz-. Вот, этого нет. Стоит 1,2 сумма p. Вот, p. Так, ничего нет уже. Так, вот эти 2П+, надо куда-то девать. Значит, знаменатель, да, знаменатель. 2П+. Вот, вроде все, да. Вот чего нам здесь не хватает. Здесь, на самом деле, все так же, кроме вот этого икса не хватает, вот этого икса не хватает, и 2П не хватает. Вот. 2П не хватает. Значит, теперь я вспоминаю, что такое вот этот p+. Собственно, это p+, 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 откуда взялся? Это, значит, откуда у нас появлялась экспонента? Вот это. Эта экспонента была из определения поля А. То есть, вот этот p, это импульс поля, импульс поля F, ну, в смысле, А, глюона. Вот. А у нас, как мы определяем вот это вот x? x, это доля продольного импульса поля глюона, который уносит от протона. То есть, если мы, вот это импульс глюона, глюона, он равен, вот я неудачно, надо было, как у меня, k его обозначать, он, его импульс равен x на импульс протона. Вот это импульс протона. Если мы хотим такие же обозначения, как здесь. Вот. То есть, вот наша вот эта вот p плюс маленькая, да, это xp плюс на самом деле. Вот. Это xp плюс. Это xp плюс. Это xp плюс. Это xp плюс. вот здесь стоит xp плюс так же, как тут. Одна вторая сумма здесь все так же. dz минус. Ну, на 2p мне ничего не стоит поделить обе части. Я вот тут напишу 3, вот тут напишу 2p еще. И тогда у меня будет, значит, 2p. Вот. Так. И у меня еще вот 2x. Значит, куда мы дели x? x. Там тоже как-то маленькая стоит. Это я говорю, я вот через эти... А вот сейчас подумаем. Секунду. и сейчас подумаем. А, или это p из нормировки протона? Вот именно. Вот это p, вот то из поля, а вот это p из нормировки протона. Поэтому вот тут-то x не должен быть, казалось бы. Сейчас. Думаем, откуда же у нас там стоит. А мы призыве не переменем. Ничего не теряли? Вот давайте поищем, потому что я, собственно, это особо не готовил. сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Вот. Остался x. Остался x. В смысле, нам его надо найти? Да, да. Нам его надо найти, и другое дело, понимаете, вот x там должен быть, x там должен быть. Вот этот общий коэффициент, он всегда такой муторный, потому что он зависит от нормировки полей вот этих вот окрест на А. Я вот не зря вам его написал с самого начала. Вот. Что? Нормировка релитивной, вот эта вот самая, которая в дельта-функции содержит, вот как у протона, да, 2p+. Вот. Он там путается. Вот. Сейчас надо, надо его надыбать. Надо его надыбать. Сейчас. Секунду. 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 В общем, я понял, что писать надо подробнее. Бумажки свои. Так. Ага. Вон оно что. Значит, вот что. Все это правильно. После чего я говорю? Волевым усилием. Волевым усилием. Значит, вот что у меня тут стоит-то? Тут у меня стоит 2p и 2p+. 2p и 2p+. Вот. А тут у меня стоит 1 четвертая. Вот. А мне хочется вот это. 2p и xp+. Вот. Соответственно, я вот это равенство мы получили, да? Вот чтобы вот это вытащить отсюда, я просто волевым усилием помножу тут на чего там? 2 на x и тут на 2 на x помножу. Вот. Я посмотрю, что получится. То есть получится. 2 на x, когда я помножил, у меня вот эти двойки сократилось, 2p и xp+. Все стоит. То есть это вот это g. g от x-ку квадрат это интеграл dp так, это что за это? Это вектор. Вот. dp вектор на 2p в кубе на 2p в кубе на вот. Здесь это импульс этого самого глиона. Он, как мы договорились, это x p+, значит, xp+, где p, это импульс протона, да? П перпендикулярная, вот тут вот лямбда, сумма по лямбда. Вот окрест. а xp, xp, p перпендикулярная лямбда, вот, протон, протон, сумма по лямбда, по спину протона. Вот. Так, и коэффициентик смотрим. 2p в кубе я написал, остается единица на 2x. Вот. Остается единица на 2x. И это правильно. Вот. И это правильно. Это правильный ответ. Это правильный ответ, на самом деле. в том смысле, что для нормировки, для нормировки, когда вот эти а, вот эти а, нормированные, нормированные на а окрест коммутатор содержит 2p+, ну, вот этот, p,p, да, дельта, серпендикулярный и плюс. Вот для этой нормировки это правильный ответ, потому что, вот, соответственно, ну, я не знаю, вот мы откоммутируем их, например, ну, то есть, вот эта вот величина, она содержит в себе 2p+, по размерности. Вот. p+, тут x на p. Он будет благополучно этот x сокращать в такой нормировке. То есть, нужно было, как это, на 2x поделить руками. Вот. в том смысле, что если мы рассмотрим, скажем, g от x ку квадрат dx, да, то есть, это вот плотность этих глионов, имеющих импульсов от x до x плюс дельта x, то тут будет, она будет пропорциональна dx на x. Вот. dx на x и d, p,p, p,p, ампендикулярная. А это релятивистская нормировка в этом смысле. dx на x, как dp+, на p+, как d3k на 2e, помните? То есть, это нормальная релятивистская нормировка. Вот. Вот. Вот, значит, эта формула, о которой так долго говорили большевики. Вот. Которая говорит нам, что число в светоконусной калибровке, глионная функция распределения, имеет смысл числа глионов, то есть, среднего от оператора числа частиц, от оператора числа частиц по протонным состояниям, причем от нормировки протона это не зависит. Вот. И мы говорим, что ну вот тут вот нормировка вот этого веса, она релятивистская нормировка. Вот. Если мы помножаем на dx здесь, на dx здесь, то у нас получается, что вот я тут p плюс напишу, p плюс, и тогда вот эта вот нормировка, это будет dp плюс этого самого глиона и d2p глиона. То есть, это вполне себе вот нормальная релятивистская нормировка глиона. ну, для веса состояния. Вот. Вот так. Вот так. Ну, опять-таки, это только в калибровке а плюс равно нулю. В другой калибровке этого интерпретации нету. Так, понятно, что тут у нас или непонятно? Ну, примерно понятно. Так, что ни при чем примерно непонятно тогда? Вот. Ну, я так в середине немного запутался с тем, что мы там делали, а потом вроде обратно вернулся. Ну, спросите. В смысле, у меня оно записано, мне просто надо пройти будет еще раз это все дело. Ну, посмотрите. Ну, вот идея такая. То есть, мы просто, просто с этой стороны удобнее подходить, чем вот это сразу расписывать через оператор рождения и уничтожения верхнее. А то, что я тут ступил, что на 2x поделить надо, ну, давно делал. Пардон. Вот. Но, все правильно. Все правильно. Вот. Для кварков совершенно все так же делается. соответственно, там вместо вот этих f будет psi. Вот. И вместо поляризации epsilon на epsilon, который дает дельта-символ, будет некое тождество на у на у крест. Помните, они там дают там разные тип там 2e или еще чего-то. вот. Я это тут написал. У меня просто написано довольно кратко, вот. Поэтому я вот на нее смотрел и думал, откуда тут единица на 2x. А она просто так. Вот. так. все с этим. То есть, для кварков имеет смысл того же самого. Вот если мы будем рассматривать глионные эти самые в портонные функции распределения вот какие-нибудь другие, то есть, вот это вот с гаммой плюс, например, для кварков, да, в серединке, да, это все кварки, соответственно, у нас там. А если мы тут там напишем не гамму плюс, а какую-нибудь другую гамму матрицу, например, там сигма меню или еще чего-то, да, то смысл их будет уже не сумма вот со всеми спиральностями лямты, да, а с какими-нибудь разными спиральностями, ну, например. То есть, с какими-нибудь определенными спиральностями. С какими-нибудь определенными специальными спиральностями или какая-нибудь асимметрия будет тут сумма, да, со спином вверх минус спином вниз, там, ну, куда-нибудь да попасом вернее спинам по направлению спинам против вот это будут уже поляризованные функции распределения но о которых мы не говорим но с ними на самом деле все тоже то же самое то есть идея в чем взяли свой процесс значит вычислили жесткую часть по свободным кварком там и глионом вот свернули ее с портонными функциями распределения на том же масштабе на котором у вас там есть я напоминаю эту формулу для сечения вот и все ну интерпретация вот вероятностная такая она справедливости до конусных калибров вот до сумбурника как-то с деглапом получилось ну ничего вопросы вообще в целом какие есть вот ну так не просто про экзамен нам получается две темы да надо готовить задача не будет так же как колокольчик будет также как колокольчик сейчас секунду